Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Данила и вы на канале YETI 2.0. Сегодня у нас тема достаточно интересная, но специфичная. И тут я вам скажу сразу. Если вы испытываете неприятные ощущения от предметов из цвет мета, бронзы и меди и прочего, и вам не нравится, как они патинируют, этот ролик сегодня не для вас. Если вы считаете, что нож без замка это не нож, то, к сожалению, опять же, сегодняшнее видео не для вас. Но если вы считаете, что это вполне себе приемлемый вариант, то предлагаю поговорить вам про нож от бренда Black Fox, который родом из Италии подчиняется, скажем так, это суббренд обычного Fox. Но единственное, что сделал он весь в Китае. Вот такой симпатичный малыш, вот в таком вот чехольчике. Представлен он в четырех вариантах. У меня самый тяжелый на меди, с блэквошенным клинком, с рекурвой. Есть еще два варианта на микарте. Джуд и канвас. И есть еще деревянный вариант. Тут каждый выбирает сам по себе. Дизайнером данного ножа является Денис Симонутти, он же Арахнит. И признаться, по правде, у него много крутых, интересных дизайнов. И причем он в основном работает, конечно, с Black Fox. Допустим, мне очень интересен его такой ужаснах под названием Atrax. Нож на обзор предоставлен замечательным ножевым магазином Best Blades. Ссылочка на нож и подборку Fox и Black Fox будет в описании к видео и в закрепленном комментарии. Также напоминаю, что всем зрителям моего канала Best Blades предоставляют отличную ножевую скидку, воспользоваться которой вы можете просто перейдя в одну из моих социальных сетей и в описании группы ВКонтакте или канала в Телеграм найти тот самый заветный промокод. Тут давайте сразу поговорим о характеристиках. Мне очень радует, что в комплекте есть вот такой вот чехол. Чехол приятный, можно даже без темляка умудриться достать нож, но я бы все равно сюда привязал. Здесь, наверное, как никогда лучше будут смотреться какие-нибудь бусины из микарты, либо еще чего-то. Как вы видите, моя медь уже принялась патинировать. И это самая тяжелая версия. Весит ровно 100 грамм. Медь, оно и понятно, потому что металл очень тяжелый. Сколько весят микартовые версии, к сожалению, мне не удалось найти достоверных данных, потому что на сайте производителя везде написано 100 грамм. На всех версиях. 92 миллиметра длины рукояти, 8 в самом толстом месте. Вот эта вот пружина, она у нас из нержавейки, стальная. Присутствует темлячное отверстие. Носить можно либо в зажигалочном кармане, либо вот так вот в чехольчике, просто в кармане. Теперь по клинку раскладывается все это дело, понятно, двумя руками. Рекурва, честно скажу, ему очень идет. Она не ярко выраженная, она вполне может точиться обычными камнями, просто им нужно с самые края сгладить немножко, да, и все, и можно точить. Понятно, что потом, когда вы захотите точить этими камнями обычные ножи, вам придется снова восстановить плоскость, чтобы вот сюда вот подлазить. Ну, здесь все выглядит очень приятно. 69 миллиметров длины клинка, 69 все из них полезных, а вот длина режущей кромки еще больше за счет рекурвы. 2,6 в обухе, у меня в моем случае это Blackwash, и заявленная твердость на стали 440C, вот здесь есть маркировочка, 57-59 единиц. Влияет ли черное покрытие у Blackfox на твердость, неизвестно, сайт никак это не регламентирует. И сведение 0,4-0,5, резать будет очень приятно. И вот в средней руке сидит очень хорошо. Но, опять же, я должен тут сказать, что слепджойнты это далеко не для каждого. И самое главное, что здесь есть вот это промежуточное положение. Напомню, что у нашего отечественного капрала вот так вот фиксируется. Это еще безопасней. Здесь уже, видите, все-таки с углом в сторону отчекрыжить вам пальцы, а с рекурвой это будет прям на раз. Так, давайте для того, чтобы получше понимать габариты этого ножа, сравним его с другими известными ножами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Характеристики более чем симпатичные, как для небольшого слепджойнта. Повторюсь, если вы хотите легкий маленький слепджойнт, то лучше брать версии с МИ-картой или с деревяшкой. Сегодня, к сожалению, разбора не будет, потому что тут да нечего тут разбирать. Откручиваешь два винта, здесь одна цельная деталь, и все. Внутри все плоское. Внутри стоят обычные бронзовые шайбы. И, собственно, вот здесь вот у нас есть одна засечка для того, чтобы иметь среднее положение. И, собственно, вторая. Больше тут, конечно, оно такое похожее на бэклок. Так, конструкция абсолютно одинаковая. Единственное, что мне грозит при ее разборке, это, если вы помните ролик про Капрала, то сорвать винты. Потому что потом собирать будет проблема. И, как я сказал в ролике про этот нож, нефиг туда лазить без особой необходимости. Здесь все то же самое. Это именно особенность самого форм-фактора. Потому что на заводе наверняка там есть какие-то у них специальные приблуды, какие-то кондуктора для удобства сборки. Поэтому в домашних условиях это будет сделать сложнее. Чистить тоже он вот так вот весь промывается. А бронзовый я бы, ну, в смысле, медный я бы вообще не чистил. Пусть патинирует, идет пятна, зеленеет и все остальное. Что это вообще такое? Это именно джентльменческий нож без замка, симпатичный, легкий, который легален по всему миру. Потому что, во-первых, у него нет замка. Во-вторых, у него короткий клиночек. При этом он вполне способен нарезать какие-то там продукты, бутерброды, вскрывать упаковки. А рекурва мне, в принципе, очень нравится, как режет. 57-59 на 440С, безусловно, радует. 440С на самом деле это очень неплохая сталь. Я, конечно, думаю, что здесь не 440С, а какой-нибудь ее аналог, типа 9-хром-18-молебден-ванадий. Но это тоже неплохо. Поэтому вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно. А на этом, наверное, и все. Все ссылки в описании. Всем спасибо. Пока.